привет всем зрителям моего канала с вами елена и сегодня будет такое достаточно объемное видео о всех моих процессах я долго собиралась на такой огромный серьезный момент снять видео обо всех своих процессов потому что их несколько их больше чем 2 и я откладывала откладывала это все было немножко так как-то странно снимать обо всех сразу для меня такой еще не формат этому настраивалась но сегодня тот час тот момент настал я решилась и вы сейчас увидите тот какой-то небольшой объем по сравнению с другими вами я вообще балдею как вы там умеете сортировать и делать супер ротацию всех ваших работ я так не умею если я не вышивала что-то очень какой-то там долгий период я хватает за него вышиваю запоем потом забрасываю за другой процесс вышиваю его и не вспоминаю ни про какой другой делать серьезную ротацию ну как-то не совсем получается ну может быть такая ну не могу сказать что прям не совсем получается какие-то маленькие работы которые я могу брать с собой как дорожный вариант я их все таки пытаюсь как-то менять сейчас я вам покажу кое-что разверну камеру и буду показывать вам уже близко все наборы которые я вышиваю некоторые из них вы еще может быть и не видели а некоторые вообще забыли что я их вышиваю но поэтому обо всем этом поподробнее приступим итак мое видео о проекте лисицы от производителя лука с это набор я начала вышивать в отпуске значит номер набора b2312 лисицы в оригинале этот набор вышивается на аиде 16 каунта сюда входит 36 ниток цветов ниток и размер работы должен был быть 20 на 22 с половиной сантиметра я сделал некоторые изменения в этой работе когда приступила ее вышивать мне было не очень симпатично это основа которая здесь была цвет основы здесь такой сырой лен немного подумала и решила заменить основу на равномерную ткань какую ткань я вам сейчас расскажу значит этот набор классный я его увидела впервые на выставке весенней 2017 году на хендмейт экспо в киеве также я повторно видела ее на осенней выставке так именно оформлены в раму как картина мне она очень очень понравилась я прям заболела загорелась такие в общем-то теплые оттенки такие цвета вкусные все меня просто здесь зажгло я скорее скорее взялась за работу но легко мечтать легко фантазировать работа гораздо медленнее все-таки двигается еще хотел немного добавить по поводу дизайнера этой работы мне кажется что дизайнер вот указан здесь это ли елена фаянкова если я ошибаюсь меня исправьте пожалуйста но других имен других каких-либо обозначений кто нарисовал кто создал эту картину я не знаю поэтому если вы знаете напишите мне об этом пожалуйста но я нашла здесь вот это именно поэтому я так думаю что это и есть дизайнер этой работы и так что же у меня вышло на этот момент вот смотрите какая у меня работа сейчас уже в процессе вот такой замечательный лисенок я его просто обожаю такой милашка такой ну вот он так гармонично смотрится с этой мамой лисе лисой они настолько ну вот такое единение не настолько милые настолько трогательны в общем-то все в этой работе меня просто завораживает и я когда вышиваю я очень нахожусь в таком умиротворении таком спокойствии удовольствии наблюдать вот эту мимишность и такой вот нежности этой картины вот вышиваю я эту работу на флобе флобе 25 аккаунта который я заказала в группе в фейсбуке группа называется креативная канва у оли оли всегда большой выбор основ мне очень симпатичная ее группа всегда можно подобрать любую основу к любому процессу который начинаешь или планируешь заменить что-то или просто изначально что-то фантазируешь так ну вот такой замечательный получается у меня процесс что у меня остается вот вышить посмотрите вот лисенок у меня полностью готов вот видите лисенок вот его мордашечка вся 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 все готова вот мама лиса конечно она еще в процессе вот нужно вышить вот эту часть вот эти вот яркие пятна которые в этом месте находятся ушки ну вот и и сами усы еще в принципе нигде не вышиты я уже в одном видео говорила по поводу этой работы что будьте внимательны когда вы делаете зарисовываете ваши схемы если вы не делаете копии оригинала схем будьте внимательны чем вы зарисовываете ваши схемы каким цветом читается ли ваш потом зарисованная вами схема читать или не на ней бэкстич потому что в этой в этом наборе нет второй копии с бэкстичем конкретного конкретно усов от всех усиков которые есть в работе я еще усы усищи не вышивала ни маме ни лисенку но это сделаю уже потом потому что здесь все таки выкладная нить если я правильно понимаю эту работу должна быть выкладная нить хотя я честно говоря и не вчитывалась всерьез что же там такая за какой это будет шовчик так что еще хотела добавить по поводу ниток ну так в этом наборе уже конечно же гораздо меньше вы видите что палетки практически пустые это еще не завершенная работа на палеточек но они уже такие истрепанные тонюсенькие истрепанные конечно же сюда добавила расход ниток добавил размер основы потому что в оригинале здесь живет 16 аида а я взяла 25 каунт он немного крупнее чем 16 поэтому он ближе к 14 поэтому вот будьте внимательны какую основу вы берете вот такой момент что еще в принципе в этой работе все хорошо и все легко двигается я вышиваю эту работу на пяльцах они у меня большие примерно 25 наверное сантиметров диаметре я вышиваю чаще всего ну вот всегда вышиваю на пяльцах ее потому что вожу с собой и она мне такая походная той на даче бывают в доме то еще куда то могу и повезти с собой в поездку и вот всегда она у меня с собой перемещается вдруг у меня какая-то удача случится я смогу присесть и вышить какой-то небольшой фрагмент этой работы вот работа на пяльцах становится вышивать сложно потому что все таки я оставила большие запасы основы потому что я не до конца уверена это у меня будет картина или все-таки я возьму это оформлю в подушку поэтому работа запасы ткани большие и из-за этого тяжело держать просто на пяльцах я креплю свои работы на станок в квартире у меня такой станок на ноги есть один и есть станок фламинго в доме я креплю на фламинго держатель для как раз пялец что еще у меня есть вот такой финал в котором я храню в принципе всегда магнит конечно гуляет повсюду текстовыделитель обязательно храните я вам очень рекомендую держать текстовыделители далеко от основы по крайней мере в пакетиках в коробочках но не так чтобы нитки были рядом потому что велика вероятность того что колпачок откроется и испачкает вам то ли нитки то ли основу хорошо если испачкает основа где-то по краю работы а если это будет где-то ненужном вышитом месте будет очень очень печально у меня есть такой опыт что я испачкала основу в процессе хорошо что там с краю основы где потом пойдет она под оформлением спрячется в этой же коробочке у меня еще есть дополнительные иголочки 26 которым я вышиваю тут есть еще иголочки магниты есть как он называется нитковдеватель хотя редко редко пользуюсь ним вот в общем то здесь есть такие мелочи которые дабы не растерялись они хранятся еще в дополнительном боксе такой момент мои любимые цапельки здесь у меня еще есть красивый такой замечательный есть у меня маячок на цапельках я купила его на выставке последний осенний хендмейт у девочки одной очень очень ей благодарна за это вот в общем то вот такая работа и я очень довольна своими результатами решила снять телефон со штатива показать вам работу немного ближе не могу похвастаться ровностью и перелестью ровных крестиков в своей работе надеюсь что после стирки крестики лягут ровно ровнее и работа приобретет более такой хороший лоск тем не менее работа мне очень нравится мне нравится все крестики которые у меня получились они достаточно крупные потому что я же говорила 25 аккаунт надо было немножко меньше брать но это уже опыт для следующих процессов вот такая работа еще раз очень очень рада что она мне есть что она продвигается но в общем то все об этом процессе а теперь пора переходить к другим процесс ну вот вы видите второй мой набор который я именно сейчас активно взялась вышивать набор этот я начала вышивать в сп рукодельный уголок который начался в 2017 году летом 13 июня я приступила к вышивке этого набора подала заявку к надежде favorite hobby должна была выкладывать отчет раз в месяц но честно говоря девочки я потерялась я потерялась я совершенно чуть-чуть повышевала его потом отложила в отпуск я его не брала потому что здесь достаточно мелкая основа в которую я заменила вот набор классный это набор encore очень мне понравился набор я его когда-то увидела в магазине даже уже не вспомню в каком где-то в офлайн магазине я купила очень очень довольна была этим набором просто вот я вижу его в своей тому каком-то уголочке рукодельном очень мечтает завершить его и вышить давайте об этом наборе набор значит называется он стежок за стежком если переводить на русский язык такие классные здесь предметы все вышивальные здесь пяльца самой работой ниточки ну в общем то все позиции которые нам всегда нужны как вот как у нас все примерно хранится если хранится примерно так все какой-то там все что нужно в рукодельном уголке практически здесь вот изображено очень люблю эту работу теперь активно вышиваю ну не знаю вышли я к новому году потому как опять переключилась сейчас покажу что у меня на сегодня вышито так покажу вот у нас схема схема выглядит очень удобно она небольшая не крупная не мелкая что-то я текстово удивительно отмечала вышито где-то потом я уже бросила и перестала это отмечать только карандашиком иногда помечаю что же у меня вышито и удобно то что здесь на одной листь на одной стороне схемы изображено только сам рисунок полностью а с другой стороны и стежки которые есть в бэкстич здесь ну их тут много поэтому есть еще над чем трудиться сам ключ сам ключ очень удобно расположен на отдельном листочке это очень очень удобно хорошо что он на другом листочке это просто респект анкору канва на который должно было вышиваться это было аида 14 каунта обычная белая аида она мне совершенно не пригодилась в этом процессе я ее заменила и заменила ее на совершенно другую на сегодня вот что есть вышиты катушки вышита вот видите это классные ножнички такие с какой-то там тряпочкой такой классный лоскутком ткани сантиметровая лента вот она есть как она выглядит без бэкстича но то есть вы видите прекрасно что такое что делать с работы бэкстич данном случае я сделала бэкстич только на этой маленькой работе как показано как будто это вышивка на пяльцах вышла только здесь бэкстич а пока я другое еще не вышивала потому что здесь еще много длинных таких протяжек и я не хочу чтобы работа бэкстич провис после как я его постираю поэтому я задалась целью вышить максимально все что осталось ну тут не так много осталось на самом деле вы видите каких-то несчастных 5 там уговиц и вот эти ниточки с катушечками но я в процессе я достаточно активно его вышивала в последнее время когда я приступила вот летом я отшила всего лишь пустые пяльца а там за какой-то период я уселась и вышила практически все что вы видите здесь мы конечно же если взяться за него снова так активно то максимально к новому году легко можно успеть вышить все крестом потому что здесь работа вышивается именно крестиком вышить не так много осталось то что в крестики конечно бэкстич отнимают много очень много времени потому что именно бэкстич играет ну основную ведущую роль классная работа очень мне нравится все единственный момент который ну как бы мне не комфортен возможно вы все знаете какие-нибудь как выглядит палетки не так анкор нитки достаточно длинные нарезки это удобно они тут даже в конце вот резиночка взяты концы я их время от времени выравниваю чтобы они все таки были красивее не заплетала вкус и вот они так вот реально неплохо и работает резинка которая в конце стягивает ниточки чтобы они все таки не махрились ну чересчур неудобно неудобно в анкоре то что сама планшетка с нитками выглядит достаточно длинный да вот вы видите что нитки можно было в ряд расположить на целой линейке просто в один ряд тут их не так много но производитель любит выполнять расположение ниток максимально близко к друг другу и так что вот эти вот линии они не совсем как бы прямо находятся с отверстиями конкретной ниточки то есть номер нитки не совсем прямо расположен я так для того чтобы мозги мне просто не терялись в процессе вышивки когда хочется максимально быстро двигаться провела линии чтобы вот ты видела конкретно что ну конечно здесь удобно для удобства вот эти цифры обозначают количество пасм которые находятся именно вот в конкретно видите какие то вот пасма уже закончится было две пасм очки теперь там по одной количество пасм в в этой конкретной в этом конкретном цвете это некомфортно конечно я не стала перевешивать нитки на какой-то другой органайзер потому что это не достаточно походная вещь была теперь конечно я больше вышиваю ее дома но не знаю возможно я когда закончу все крестики вышивать я их все-таки вышиваю я на пяльцах забыла об этом вам рассказать вышиваю на небольших пяльцах вот на таких пяльцах вышиваю вышиваю на специальном станке который держит пяльцы поэтому это удобно знаете такие вот на ноге такой станок который на одной ноге я его там вышивать удобнее конечно в данном случае на стуле на диване садится на вот эту вот лапу такого станка не менее комфортно а на стуле на кухонном стуле я вышиваю на кухне достаточно удобно там конечно приходится изощряться но это вообще менее проблемно вышиваю вот на пяльцах и на этом специальном станке сейчас покажу ногу этого станка чтобы вы понимали о чем речь станок конечно у меня без названия такая нога крутая не буду вам сейчас двигать камеру показывать это устройство а само вот основание которое же держит пяльца это вот здесь вот я фиксирую этими зажимами пяльца станок мне делали на заказ когда-то в киеве на петровке ну наверное года два назад не помню в каком-то магазине рекомендовали мастера я увидела просто агрегат такой был там продавца девочка сама продает продает и работает в магазине это ее магазинчики она вышивала на такой ноге но я заказала может быть более пяти лет я заказала его еще у рабески не было таких станков такой идеи я искала себе такой вот агрегат довольна не могу сказать что мне хочется чего-то другого я просто не знаю насколько удобны будут станки подобного рода ну скажем ура у арабески где бы его испытать может быть удобнее было бы но такой себе агрегат если поставить его на пол придерживать эту лапу ногой чуть-чуть низковато вот если выровнять все то низковато конечно а если вот естественно не на на вот эту лапу на стуле то приходится изгибать и вот такими зигзагами буквами зю ну да ладно об этом в общем то об этом наборе пожалуй все я рассказала вам я максимально пытаюсь продвинуть эту работу она то движется то не движется как речка в песенке поется да речка движется не движется да ну в общем то так и у меня процесс это движется то не движется и я искренне надеюсь что все таки я сломаю лед своих продвижений будет быстрее все как-то двигаться давайте о другой работе поговорим ну что ж представляю вам еще один мой дизайн который я вышиваю вышла я достаточно давно начала вышивать эту работу еще в совместном проекте mini dimensions как то так сп до mini dimensions было меня в этом наборе раздражает сама схема я давно очень серьезно борюсь с этой схемой мне как-то не пришло в голову ее вовремя увеличить я очень мелкая схема сейчас я об этом вам подробнее расскажу давайте вспомним что это за набор это набор дима 6 год gold collection петит называется безпятежная деревня по-русски так она переводится можно в продаже так найти размер работы 20 на 10 дизайнер дэниел горман в наборе аида 18 каунта набор древний у меня еще он американской сборки 99 года номер набора 68 31 прекрасная работа красивая казалось бы очень небольшая очень легкая потому что здесь есть не зашитые пространство как в небе так и тут в тропинке в этой дорожке которые по которой движет повозка очень красиво я вам сейчас покажу что у меня есть и что получается вот представляю вам работу значит вот она прекрасно выглядит так уж извините на немножко помятая эту работу уже снимала видео об этом дизайне но что-то пошло не так в предыдущем видео не пришлось вот сегодня переснимать видео именно об этом дизайне как-то не сложилось в нем так подробнее немножко практически готова работа то есть краешек буквально где-то вот здесь должен быть не хватает у меня силы духу завершить ее казалось бы чуть-чуть со всеми тут бэкстича конечно гораздо больше наверное осталось но если посмотреть засветить немножко схемам на схеме осталось вот вышить этот уголок размечала вышитые участки именно текстовый делителем видите схема но очень очень мелкая и очень трудно на ней разобраться в этих мелких схемках мелких значках приход приходится очень активно бороться со схемой я в ближайшие дни и увеличиваю буду стараться все-таки и вышить осталось не так много действительно какие-то там небольшие фрагменты работе остались недовышитыми пытаясь пристроить чтобы вам показать какие же это моменты недовышитым осталось вот видите уже дом есть его больший кусок на схеме это выглядит вот здесь то есть мне осталось но даже не то чтобы четверть но совсем небольшой отрезочек вот этот вот и небо тут сверху вот то есть осталось немного но вышивать нужно активно чтобы завершить его работе много мне нравится очень много интересных деталей красивая вот я сейчас приближе покажу вам красивый мост здесь очень этот каменный мост вот здесь вода и даже здесь бэкстич уже выполнен вот этот вот дальний дом который на противоположном берегу я здесь уже сделала бэкстич на реке ну вот с этой стороны уже так завершена работа чуть-чуть сделала бэкстич на самой крыше соломенной этого дома то есть частично работа уже ну ну честно говоря тут не так много работы но честно не вдохновляет меня вышивка именно этого дома сейчас вот еще чуть-чуть приближе вы видите какая работа работа заюзанная потому что было очень много походной и вы увидите сейчас кусок ткани который честно говоря испачкан испачкан работа из-за переезжала перемещалась со мной часто я испачкал вот этим текстовыделителем которым я размечаю все схемы вышитые участки и вместе видимо текст текстовыделитель открылся и хорошо что испачкался только этот край достаточно далеко который будет уже за рамкой или за паспорту зависимости то к чему как я приду его оформлять так вышиваю я на пяльцах маленьких пяльцах вот отмечаю такие участки перемещаю и в общем-то вышиваю поэтому что и работа на в раму одевать разве что раму от арабески какую-то квадратненькую небольшую взять но на пяльцах легко и удобно работу наборчик небольшой вышивая ниточками не димэнш иголочками не димэншенс а пони двадцать восьмыми сейчас я уже меньше вышиваю двадцать восьмыми иголочками чаще все-таки приобретаю иголочки уже двадцать шестые потому что двадцать восьмые кажутся мне мелкими но запас остался поэтому их использую использую в разных наборах есть разное количество этих иголочек у меня так ну обычные иголочки ножнички всем известные там варианты цапелек вот нитки у меня расположен так как это американец расположен на таком органайзере это не дубко это украинский производитель вивчари я сделала ксерокс когда-то вот этих значков и их разместила вот прям приклеила вырезала разместила на этой линии сами значки находятся на двустороннем скотче вот здесь вот приклеено но конечно смещается иногда отрывается отклеивается но уже как есть уже до вышиваю честно говоря не думаю что буду активно использовать такие вообще органайзеры все-таки мне больше нравится паковские органайзеры или уже современная сборка китайских вариантов сборки dimension где ниточки находятся на тех удобных планшет очках вот такая работа надеюсь эту работу я конечно завершу в начале будущего года я не думаю что я возьму за эту работу и буду активно вышивать ее уже в конце этого года хотя она осталась так на ней действительно осталось немного но она как-то не зовет меня вот взять ее и завершить завершу конечно куда же я без нее конечно закончу честно говоря пессимизм одолевает немножко именно с этой работы я уж извиняюсь что так вот она меня не вдохновляет в этом случае dimensions как-то но возможно просто очень давно начала и не как-то не вышло на одном дыхании сразу его другие наборы гораздо легче идут чем этот вот такие дела так ну давайте приступим к следующему набору ну что ж я надеюсь вы не устали потому что это еще не конец нового сериала в этом случае я хочу вам показать еще один процесс dimensions который я начала ну когда-то там когда-то там я решила что этот прекрасный летний дизайн легко вышивать я его легко вышью закончу моментально практически я взялась его вышивать на море но потому что видимо морская тема я обожаю ракушки есть какое-то количество наборов на которых изображены ракушки и это один из них я взялась за него ну видите я храню этот набор в такой папке в который я загрузила нитки ну в общем то все что касается так но что можно в папке хранить и саму основу и вот я загрузила в такой пакет на зипе сейчас вскрою и покажу что же там и теперь немножко подробностей значит этот набор все знают многие кто вышивал его знают наверняка что вышивается на 14 основе но я была бы не я если бы не решила что 14 основа это слишком крупно и я просто не могу на ней вышивать но я не подумал о том что можно было бы взять и равномерку но в тот момент я до этого не додумалась не об этом речь выше то у меня всего ничего ерунда выше то совсем чуть-чуть вот вот столько дальше я нигде основу не замарала и выше то действительно совсем чуть-чуть вышиваю я снова на пальцах потому что это должен был быть дорожный набор дорожный процесс на 5 вышивать вышла совсем чуть и я видите насколько я уменьшила основу если я не ошибаюсь то это даже не 16 18 то есть работа я задала себе много здесь только такие переходы бесконечная смена нитки в общем я устала на отдыхе это было не совсем отдыхательная работа скажем так и плюс ну вот честно я так устала на отдыхе когда едешь планируешь вышивку а там ужасно мало света трудно повышевать в номере там вечером только днем или тащить за собой где-то там нибудь кафе или там на пляже или днем а вечером когда спать уложила и хочется хоть немножечко там повышевать заниматься именно вот вышивкой не получается в общем набор зафикс завис но я не откладывать не так много реально ниточек много они очень длинные китайской сборки не так действительно много нитки красивая длинная нарезка классная мечтаю мечтаю что я к нему вернусь дабы я закончу один из процессов и снова возьму за этот ну наверно не нужно закончить дименшинс чтобы взяться снова за дименшинс именно за этот хотя я хочу начать еще один набор дименшинс в общем девочки ну все мне нужен пинок за чтобы я что-нибудь закончила такой классный набор шикарный я видела сусанна его недавно вышивая и у нее так все ловко шло но наверное потому что она не заменяла основана вышивала на 14 и это гораздо проще высовать на на 4 но я не люблю не люблю когда он светит не любите дыр чистость 14 основа но это это мой бзик знаете там чисто мое она здесь смотрится достаточно красиво но я не могу это видеть на ткани просто не могу картинка да прикольно на ткань совсем другое дело короче пока вижу все уменьшаем что будет дальше будет видно давайте что-нибудь еще другой вам покажу это совсем другой процесс который все-таки продвигается сейчас о нем поподробно и вуаля мой еще один процесс этот процесс конечно долгоиграющие процессов я начинала в с девочками в сп цветочный триумф там девочки вышивали тюльпаны начинали то есть это был тюльпановый триумф потом присоединились многие кто вышивал цветы и он превратился в цветочный триумф совместный проект организовала галочка галаев парадайз девочки уже многие вышли свои работы и наверняка уже забыли о том что кто-то там участвовал но я еще конечно загрузла работа у меня большая этот процесс от лука из сейчас я покажу вам картинку и так вот сама картинка картинка изображает картину ван гога ирисы то есть это по мотивам ван гога ирисы я обожаю картины ван гога и для себя решила что мне нужен этот шедевр вышитый дома ну и захотела взялась взялась и уже год даже полтора года получается я над ней тружусь боже мой я столько устала и уставала и над этой работой я уже столько трудилась эта работа крестиком вышита уже много листов осталось мне выше всего два из них ну 22 и как видите этот прекрасный хвостик это совершенно еще один не один там половина листа вот это вот сколько там нужно выше до вот этой линии чтобы закончить то есть еще половину листа ну в общем то какая-то часть листа еще не закончена сейчас я вам разверну эту работу и покажу как она выглядит уже красиво когда вот вышито много посмотрите есть на что когда вышиваю боже мой конечно же этот чистый вот тетрис знаете игра такая была вот чистый тетрис здесь можно вышивать небольшой логической парковкой что я стараюсь сделать потому что иначе здесь совершенно запутаешься я от этой работы конечно устаю или забрасывают то есть я запоем могу выше там какой-то четверть листа потом бросаю потому что нудно потом снова берусь боже мой надо ее вышивать когда же ее выше потому что это реально серьезный большая работа для меня одна из таких наверное это первая работа настолько масштабная это же в крестике здесь по-моему семьдесят две тысячи крестиков если я не ошибаюсь считала по-моему если не больше разверну покажу и тогда мы посмотрим на масштаб выполненного и того чего осталось сделать ну что ж вот она моя работа в процессе давно я не разворачивалась тоже давно не любовалась на нее вышли там много правда много вышита но еще также много вышивать для себя я понимаю что честно говоря мне не следует принимать участие в новых из п потому что это конечно сложно я не успеваю за сроками я их не могу выдержать в таком объеме в таком темпе девочки я очень рада что вы можете быстрее вышивать у вас есть какая-то временная возможность вышивать чаще присаживаться за работу или вы настойчивее чем я в общем-то реально работа огромная и я очень рада что она движется конечно потому что все таки свет в конце тоннеля я вижу и я очень надеюсь что работа не застынет на веки вечные нашла свои записи которые делала вначале была очень наивная такая знаете задористая надеялась я буду вышивать достаточно быстро здесь получается действительно семьдесят две тысячи крестиков здесь триста на двести сорок крестиков я даже сначала записывала даты когда сколько там вышло сколько там у меня ушло на один лист времени но честно говоря все записи загрузили я больше там не пишу в таком конкретном количестве просто фотографирую время от времени что у меня на данный момент вышито и какие-то изменения чтобы я сама для себя фиксировала их здесь канват свайгард восемнадцатого каунта ниток 40 цветов анкор к не надеюсь что я закончу эту работу следующем году не смейтесь не смейтесь я сама ухмыляюсь когда об этом думаю но благо тут не так много осталось вышивать сейчас именно в данные ближайшие дни и вечера я вышиваю именно эту работу я хочу закончить этот вот этот уголок вот этот лист и закончить до нового года я очень надеюсь что действительно мои планы сбудутся что я закончу этот угол до вышиваю к новому году и вообще что я закончу эту работу а этот процесс следующем 2018 году очень об этом мечтаю не смейтесь но это так ну мечты мечты у них наша сладость а в общем-то я рада что я сняла это видео что я наконец-то посчитала свои наборы которые я вышиваю их не так много но их и немало как для меня девочки я очень рада что вы справляетесь с вашей ротации что у вас все классно получается я буду стремиться к этому же к тому чтобы чередовать свои работы чередовать их вышивку чтобы они все параллельно двигались и не стопорились на это вам большое спасибо что вы заходили ко мне в гости желаю вам творческого настроения всех замечательных в преддверии нового года замечательного настроения вдохновения на празднование нового года на вышивку на покупки новые вышивальные процессы нас новые старты завершения старых работ и в общем-то всего вам самого крутого и классного творческого всем пока пока буду ждать вас еще у себя в гостях заходите а